Вчера один из моих зрителей, его зовут Мемный Рюкзак, оставил комментарий к одному из видеороликов. И он спросил, Егор, как можно найти хобби, которое тебе будет интересно? Он уже интересуется спортом, он уже интересуется монтажем видео. Соответственно, у него возникает вопрос, какие еще хобби бывают? И сегодня, в данном видеоролике, я поведаю про 10, 20, 30, 40, 50, а то и 60 различных хобби, которые ты можешь применить в своей жизни. Поэтому продолжи смотреть данный видеоролик, поставь лайкосик, подпишись на канал и также дай знать в комментариях, пожалуйста, какое хобби сейчас в данный момент твоей жизни самое любимое. Собственно, давайте же начнем. Какие хобби у нас вообще бывают и как их обнаружить? Хобби бывают, сразу скажу, разные. Это, возможно, рисование, возможно, рисование комиксов, возможно, это рисование лиц, либо же фотографирование, вот, фотографировать, брать телефон, либо же фотоаппарат, фотографировать кого-то, либо же это видеосъемка, монтаж видео. Есть также архитектуру можно нарисовать, можно построить, спроектировать здание, инженерное дело, горное дело, эльфы, дворфы, выкапывание каких-нибудь трупов, Это тоже своеобразное хобби, которое вы можете выбрать. И они... их можно по-разному классифицировать. Можно классифицировать по различным родам деятельности. Например, игра на музыкальном инструменте, либо же рисование. Это раз. Второе. Можно копнуть глубже в хобби. Например, игра на виолончели, либо на скрипке, либо же на фортепиано, либо же на гитаре. Вариант хобби. Это то есть копнуть больше, задать себе вопрос, что конкретно с музыкальным инструментом я хочу делать. Если я хочу смычком вот так вот варганить, то вот тебе виолончелька, либо альт, либо же виола тебе в помощь. Если же ты такой... про рисование задаешь себе вопрос, что я могу как глубже войти в рисование, то ты можешь рисовать людей, пейзажи, натюрморты, какие-то строения, возможно, комиксы, мангу, что-то еще. Возможно, мультипликационные вещи и делать флип. Флипы эти. Ну, вы видели такие видео в интернете. Там чувак рисует на картинках, сделает сто различных стаков, и потом вот так вот, как Якубович крутит барабан, только он крутит вот эти вот вещички. Собственно, можно копнуть вглубь хобби определенного, а можно посмотреть различные виды хобби. Различные виды хобби вообще подразделяются на несколько типов. Коллекционирование. Опять же вот. Коллекционирование марок. Надеюсь, вы о правильных марках подумали. Но это так, это такой юмор своеобразный. Немногие поймут. И можно коллекционировать марки, можно коллекционировать достижения в жизни, можно коллекционировать какие-то фигурки, можно модельки делать. Тоже вариант. Я в детстве, допустим, этим занимался. Это вот коллекционирование. И тут можно опять же копать вглубь. Это вот один из типов вещей. Второе. По произведению звуковых эффектов. Хобби. То есть можно сделать их как воспроизведение каких-то звуков. Например, пение. Это воспроизведение наших звуков ртом. Также, например, музыка. Вот создание в FL Studio можно. Можно электронную музыку подразделить. Это тоже хобби. Это тоже создание звуков. Либо же создание звуков с звуковой дизайн. Вот у фильмов. Когда ты смотришь фильм, там чавкают. Либо же хрустят, хруськ. Либо же топают различным образом. Это тоже звуковые эффекты. Вариант. То есть и хобби, связанное с этим. Возможно, ты хочешь просто изучать, как выглядит звук. Это тоже аналитическая своеобразная вещь. Хобби можно также классифицировать по аналитике. То есть сейчас в мире вообще любую вещь можно классифицировать, как хобби. Абсолютно. То есть ты можешь анализировать бизнесовые данные. Можешь анализировать звуковые данные. Такие работы есть. На самом деле, вот один из моих зрителей, он занимается саунд-дизайном с точки зрения саунд-брендинг. Саунд-брендинг, это то есть, когда там вот такой вот щелчок, и он означает какую-то смс-ку. Тот же самый вот на телефонах. Это что-то похоже на Nokia я воспроизвел. Это все саунд-дизайн, саунд-брендинг. Брендинг, от слова бренд. И это тоже одна из таких вещей. Вообще, на самом деле, что я вам говорю, лучше просто выбрать, выписать на бумажку вам что-либо. Вот берете бумажку, обычный листок бумаги, и составляете список хобби, которые вам интересны. Которые просто приходят на ум. Абсолютно. Тут не стоит прям задумываться, ой, вот хочу на параплане летать только, и все. Либо же на серфе кататься. Можете записать этого тоже. Но просто составьте большой список, и начните действовать из того, что уже имеется. Это будет самый лучший вариант. Собственно, я не знаю, что в этом видеоролике я хотел бы для вас, собственно, донести. Донести я одну мысль только. Через практику это можно все сделать. Ну, то есть, если вы практикуетесь, то все окей. Соответственно, какие еще хобби есть? Книжки, чтение книг. Это тоже хобби. Вы такие читаете. По зрительной информации, то есть наблюдение за птичками в бинокль. Это тоже хобби такое есть. Вы приколите? Есть по настольным играм, вот так вот передвигать. Есть танцы. Это моторно-двигательные функции выполняются. Есть пантомима, когда мы там показываем различные движения вот таким вот образом, либо же там вот так вот делаем. Это пантомима. Такие клоуны. В плане, можно клоуном или мимом спокойно стать, если вы в этом развиваетесь. И, возможно, если ты, вот, дорогой зритель, сейчас подросток, либо же человек взрослого возраста, но не сильно прям супер-мега дальновидный, вполне возможно, не факт, но возможно. И суть в следующем, дружище. Просто берешь любое действие, которое тебе нравится делать, и делаешь. Потому что монетизировать можно абсолютно что угодно. Вот абсолютно. Возможно, ты переживаешь то, что, блин, а вот это вот я выберу, буду заниматься, например, английским языком, а как это монетизировать? Изи. Ты создаешь курс по английскому языку, либо же обучаешь индивидуально английскому языку, либо же выстраиваешь книгу, продаешь книгу по английскому языку, либо же строишь школу, в котором ты будешь руководить тех, кто будут учить английскому языку других людей, либо же ты создаешь свой YouTube-канал, начинаешь продвигать, и монетизация идет у тебя с YouTube, и плюс, возможно, тебе дают рекламные интеграции. Это тоже тип монетизации. И монетизировать можно любое хобби, в том числе с пантомимой. Вот, ты начинаешь показывать, ты можешь участвовать в шоу различных, например, я не знаю, какие в России на самом деле шоу есть, но они по-любому есть, наподобие, раньше было две звезды, что ли, минута славы, какие-то вот это, шоу талантов. В общем, туда можешь отправлять заявки, это способ заявить о себе и тому подобное. Также в интернете можно выкладывать TikTok сейчас для пантомимы вообще изи. Пантомима, потому что является одним из способов комедии. То есть комедия, притом такая, которую понятно всем, без какого-либо языка. И она в TikTok, я вам гарантирую, будет хорошую популярность иметь, потому что там людям неинтересно, когда что-то кто-то говорит. Нет, большинство. Вот, большинство. Потому что каждый знает, я самый умный в этом мире. Большинство. Большинство. Не говорю за определенных людей, которые реально, осознанно понимают ситуацию. И суть в следующем, что такой контент на TikTok зайдет, можно быстро раскрутить, потом создать книгу, опять же, о том, как ты занимаешься пантомимой. Также создать видео, подкасты, шоу, где ты интервьюируешь других людей, которые занимаются тоже пантомимой, тоже интервьюируешь. И суть, вот, вообще всего этого диалога в том, чтобы найти какое-то определенное хобби, просто выписываешь на бумагу и начинаешь приступать к первому же, которое тебе приглянется. Все, дружище. Реально, я тебе все карты раскрыл, и как монетизировать тоже, в принципе, ты уже получил. Вот, то есть, варианты монетизации. Книга, шоу, подкасты, либо же это будет с курсы, какие-то, которые ты будешь продавать, мерч. С твоими логотипами. И, возможно, у тебя возникает вопрос, а кто это купит? Тут тоже такая же вещь. Необходимо просто коммуницировать с другими людьми. Все. Изи. Ну, то есть, как ты что-либо покупаешь? Подумай такой, задай себе вопрос, а как я покупаю что-то, что мне хочется? Первое. Мне что-то хочется. Мне хочется купить книгу, да? Или мне хочется купить гамбургер, потому что я хочу утолить определенный спрос моего желудка. Либо же я хочу покушать вот эту сладенькую. Либо же я хочу посмотреть вот это кинцо. По какой-то причине. Собственно, первое, что возникает, это у тебя спрос идет на какую-то эмоциональную подвязку. Ну, то есть, если ты хочешь посмотреть какую-нибудь комедию, тебе хочется поржать. Ну, простецки, если я объяснять. Соответственно, есть спрос, есть предложение. Соответственно, в нашем мире, если ты хочешь кого-то, так скажем, чтобы он у тебя что-либо приобрел, тебе необходимо принести ему какую-то ценность. Либо это будет, при том, бесплатную ценность. Не обязательно, не стоит, точнее. Не стоит делать это за плату, друзья. Потому что очень многие иногда такие, купите у меня, купите у меня, у нас дешево, скидка тебе сразу, начинают торговаться сразу же. Предоставьте бесплатную ценность человеку. Бесплатная ценность человеку сейчас в информационном мире это достаточно легко сделать. Это либо образовательное видео. Ты помогаешь человеку образовываться. Раз. Он становится лучше. Либо развлекательное видео. Ты помогаешь ему соединиться с тобой эмоциями. Эмоции, которые у него возникают. Либо же это воодушевляющее видео, которое помогает ему воодушевиться. Вполне возможно, что мое видео является воодушевляющим тоже, потому что ты такой, да, реально, а этого я не осознавал раньше, и начинаешь двигаться дальше. Возможно, это будет просто какая-то бесплатная помощь. Знаете, есть диагностика там зубов, диагностика глаз. Это тоже бесплатная помощь, которая, в принципе, несет ценность. Кто как трактует это, это уже другой вопрос. Просто кто-то может трактовать то, что, ой, у вас там бесплатно, вы лишь бы заманивать себе. А на самом деле ты просто привносишь ценность. Ты понимаешь, что тебе хочется помочь этому человеку, а тот человек просто понимает, что вот он воспользуется твоими продуктами и поймет, что это реально дело, что это реально круто. Ну вот, серьезно. Это то же самое, что, допустим, ты выпекаешь очень вкусный тыквенный пирог, который прям очень-очень-очень вкусный. Но никто его пока что не берет, а тебе хочется им поделиться, потому что он реально вкусный. И ты даешь такой кусочек, а он реально такой, блин, а почему я о тебе раньше не знал? Наверное, я просто боялся как бы взять этот пирог, потому что он какой-то незнакомый. А так ты даешь бесплатный пробу, он узнает об этом и, соответственно, присоединяется к тебе. И суть монетизации всего твоего хобби заключается в том, чтобы дать как можно большему количеству людей знать о твоем продукте, который ты уже, так скажем, делаешь хорошо. Хорошо. Собственно, про хобби. Давайте завершим наш диалог. Первое. Выписываем список хобби, которые тебе хочется делать. Второе. Ты выбираешь хобби и начинаешь его прокачивать. Прокачиваешь максимально так, как тебе хочется, чтобы было здорово, прям улетно. Этот процесс ты можешь монетизировать тоже, кстати, и документировать на YouTube, допустим. Создать YouTube-канал, на котором ты будешь показывать свой прогресс за два года. Тоже воодушевляющий такой контент. Уже будешь привносить некоторую ценность людям. После чего, вот у тебя уже навык очень крутой, тебе необходимо теперь найти аудиторию, которая это все будет брать. Ты просто теперь бесплатно отдаешь качественное что-то, что ты делаешь. Вот этому человеку, вот этому, вот этому, вот этому. Дальше. Эти люди радуются. Им кайфово. И они ради благодарности, это не означает, что они покупают у тебя, они благодарят тебя, инвестируя свои средства. Потому что они хотят отблагодарить не просто эмоционально, а они хотят тебя как-то поощрить. Ты им дал продукт, и они хотят тебя поощрить. Все, и у тебя уже теперь есть определенная схема заработка, если так можно сказать. Ты монетизировал свое дело, свое хобби. Изи. Как два, жди два. Собственно, друзья, спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Надеюсь, оно было полезно вам. Список хобби у вас уже имеется. Ну, некоторые. Давайте еще накидаем, которые, возможно, вас заинтересуют. Играть в нарды. Настольные игры. В кошек есть какие-то кошки, взрывокошки, что ли? Там взрывные коты, во. Настольная игра. Морской бой. Либо же ты плетешь что-либо, либо вышиваешь крестиком, либо же рисуешь что-либо. Либо ты обладел какими-то программами Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Design, верстка книг, это тоже хобби. Выпуск книг, это тоже хобби. Либо же ты придумываешь свои языки, и ты такой как G.R.R. Tolkien, который придумал «Вослей колец». Либо же ты пишешь свои книги, либо же выпускаешь какие-то свои вселенные. Ты делаешь графические романы. Возможно, ты создаешь видео, монтируешь видео, фотографируешь что-то. Плюс, возможно, ты коммуницируешь с кем-то. Ты хорошо коммуницируешь и проводишь продажи как раз-таки другому человеку. Хорошие навыки убеждения, либо же ораторские навыки выступления перед кем-то. Собственно, хобби очень-очень много. И также можешь лошадки. Можно за лошадками ухаживать. Тоже хобби. Либо же за кошечками, собачками. За гномами. Если, ну, серьезно, создашь свою вселенную, например, вокруг тебя. Вот как, что это там, Universal Pictures, что ли? У них там вот эта вот база диснеевская. То есть дисней, диснеевская такая вот штучка. Парк. Парк для развлечений. Тоже вариант. Хобби. Начинается все с малого. Прям с малюсенького. Поэтому, дружище, у тебя все получится. Желаю тебе успеха. Ну, все будет ништяк. Не переживаем. Двигаемся вперед. Развиваемся. Если есть какие-то еще вопросы в комментариях, давайте знать, пожалуйста. Потому что, в принципе, я понимаю, как все строится. Возможно, у тебя в данный момент нет полного понимания. Если нужно какой-то процесс более подробно разобрать, то пиши, пожалуйста. Но я верю, что ты тоже сможешь разобраться, если как минимум задашься таким вопросом. И как минимум для себя захочешь это узнать. Как это узнать? Просто берешь листок бумаги и начинаешь догадываться, как это может быть. И потом, как ты накидал догадки, просто их испробуешь. Пробуешь. Все. Что-то сработало, что-то не сработало. Что-то сработало намного чаще, чем что-то другое. Соответственно, делаешь некоторые статистические измерения. Ага. Вот это работает в 55% случаев. Вот это в 20%. Соответственно, в 55% вот это будем использовать. Собственно, все. Спасибо большое за просмотр. Все ясно, все понятно. До свидания, друзья. Ты классный. Помни об этом. И все. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok